Спасатели проходили теоретическую подготовку, отрабатывали навыки спуска по веревке с применением спускового устройства на скалодроме, после чего приступили к работе с борта вертолета К-32. Первые спуски были выполнены на вертолетном поле с зависанием воздушного судна на высоте 10 метров, затем 30 и 40 метров. Кроме того, спасатели отрабатывали десантирование вдоль русла реки Сочи, а также транспортировку условно пострадавшего на носилках с использованием бортовой лебедки. Выполняли и подъем на борт вертолета в паре. Работу на реке осложняли рельеф и ограниченность рабочей площадки. Завершающим этапом сборов стало десантирование в акватории Черного моря. Сначала спасатели выполнили спуски в воду, затем отработали подъем в связке с условно пострадавшим на борт вертолета. В ходе оригинальной подготовки отрабатываются вопросы технологии спасения условно пострадавших из труднодоступных мест, такие как спасательные работы в горно-лесистой местности, спасательные работы на берегу реки. Задачи, которые ставились перед спасателем, выполнены в полном объеме, на отличие.